А ты тоже заметил, что за последнее время стало выходить так много интересного контента, что его уже физически невозможно весь посмотреть? Но ведь вдобавок к этому, существует и совершенно другая категория произведений, те, с которыми при всём желании не выйдет ознакомиться, ведь они банально не вышли. Таких аниме-тайтлов на самом деле десятки, если не сотни, а о некоторых из них я уже рассказывал в своих предыдущих видео. Например, про аниме Олимпия, Галактический Космопорт или Космический Уру от студии Гайнакс, которые были очень близки к тому, чтобы оказаться на месте Евангелиона. Но чтобы лишний раз не повторять уже озвученную информацию, рекомендую просто глянуть то самое видео, посвященное студии Гайнакс. Конкретно же в этом видео я расскажу о пяти необычных аниме-тайтлах, которые, по моему мнению, могли оказаться культовыми, если бы у них получилось не застрять в производственном аду и дойти до показа на экране. К тому же, если ты в комментариях накидаешь мне еще какое-то количество заслуживающих внимания, но также отмененных аниме, то возможно, что в результате у меня наберется материала на еще одно подобное видео. И первый тайтл, о котором я хочу рассказать, это многострадальная вторая часть полнометражного аниме от Йошаки Кавадзири под названием «Манускрипт ниндзя». И тут стоит напомнить, что оригинальный анимационный фильм вышел ровно 30 лет назад, в 93-м году, и на момент выхода на своей родине он на самом деле не произвел никакого должного эффекта. Как минимум потому, что у японцев не то чтобы существует какой-то дефицит на сюжеты про самураев и ниндзя, а как максимум потому, что в то время индустрия анимации находилась на своем пике. Так что хорошего, интересного и качественного аниме в тот момент было предостаточно. И повезло «Манускрипту ниндзя» в совершенно ином месте, а именно на западе, так как в то время там произошел самый настоящий аниме-бум, вследствие чего зрители жадно поглощали абсолютно любые аниме-тайтлы, до которых у них дотягивались руки. И в результате получилось так, что «Манускрипт ниндзя» наравне с «Акера» и «Призрак доспехах» вошел в тройку самых культовых аниме 90-х, которые смотрели или по крайней мере видели буквально все. И вот именно тогда так боссам студии Madhouse, ответственной за создание «Манускрипт ниндзя», пришло озарение того, что сейчас самый подходящий момент для того, чтобы начать работать преимущественно на западную аудиторию. А значит вместе с тем стоит развивать «Манускрипт ниндзя» как франшизу. Так в 2003 году, в честь десятилетия оригинального фильма, выходит аниме-сериал, получивший то же самое название «Манускрипт ниндзя». Но поскольку в его создании сам Юшаки Кавадзири принимал малозначительное участие, то в результате аниме-сериал оказался лишен той самой мрачной эстетики, за которую зрители и полюбили оригинальное аниме, из-за чего для многих сериал оказался крайне проходным. Тем не менее, уже в 2008 году студия Madhouse объявляет о том, что в производстве уже находится вторая часть фильма, а ее режиссурой и вовсе вновь займется сам Юшаки Кавадзири. Так что по логике вещей, на этот раз это должно было быть то самое продолжение истории Дзюбаяки Богами, которое все так долго ждали. И уже всего лишь через 4 года в сети появляется тизер-трейлер, существование которого как бы подтверждает то, что фильм действительно находится в активной стадии производства. Тем не менее, за этой, казалось бы, приятной новостью скрывалось одно внезапное и печальное «но». А именно то, что выход трейлера был последней попыткой Кавадзири и студии Madhouse привлечь к этому проекту хоть каких-нибудь инвесторов. Ведь, как я уже и говорил, для японцев «Манускрипт ниндзя» в принципе никогда не был какой-то популярной и тем более успешной франшизой. А значит, вкладывать деньги в ее развитие – это абсолютно нецелесообразная затея. Так тут еще и совершенно не кстати оказалось то, что последняя режиссерская работа Кавадзири под названием «Горец в поисках мести» и вовсе потерпела кассовый провал и оказалась чуть ли не его самым неудачным проектом. Так что в итоге «Манускрипт ниндзя 2», так и не дождавшись своих спонсоров, впал в продолжительный анабиоз, который длится вплоть до сегодняшнего дня. Но что самое печальное, так это то, что с тех пор сам Йошаки Кавадзири навсегда покинул режиссерское кресло, так больше не выпустив ни одной полнометражной картины. Но не буду заострять внимание на грустном и возьму музыкальную паузу, ведь сейчас пойдет речь о легендарном музыкальном дуэте под названием «Тату». И я уверен, что нет никакой необходимости в том, чтобы объяснять, насколько в свое время группа «Тату» оказалась феноменом мирового уровня. Ведь буквально все, из чего она состояла, от образов участниц и до содержания текстов песен, представляла из себя одну гигантскую и детально продуманную провокацию, вызывающую любой спектр эмоций, кроме равнодушия. И это еще по меркам относительно свободных нулевых годов, когда был абсолютно иной уровень вседозвольности, из-за чего привлечь к себе общественное внимание было не так уж то и просто. И, конечно же, образ группы, состоящей из двух невинных школьниц, которые как будто бы вот только-только вкусили запретный плод, привлек к себе огромное внимание, в том числе и в Японии. В стране, где фетиш на школьниц, это отдельный культ, из-за чего там группа «Тату» долгое время была желанным гостем. Но вдобавок к этому, в 2003 году в журнале New Type появилась статья о том, что в производстве находится аниме-фильм под названием «Тату Перегейт», главными героинями которого окажутся, как неудивительно, сами участницы группы «Тату» Юлия Волкова и Елена Катина. И это еще не говоря о том, что в проекте в качестве режиссера должен был принять участие Норио Кашима, который до этого занимался созданием аниме «Грязная парочка», а также сам Синичиро Ватанабе, известный по аниме «Ковбой Бибоп» и «Самурай Чамплу». Тем не менее, уже спустя всего лишь год появилась информация, что фильм по множеству причин все-таки окажется отменен. Вместе с тем, возникло предположение о том, что его созданием в принципе никто никогда так и не занимался, а сам анонс был не более чем частью пиар-компании самой группы. Но фактом того, что такой проект в принципе мог существовать, служат оставшиеся с тех пор официальные промо-изображения. Но скажу по секрету, что в итоге участницы группы «Тату» все-таки получили свое аниме-воплощение, просто этого никто не заметил. И дело тут в том, что их образы, согласно популярной фанатской теории, легли в основу персонажей Тацуки и Арихиме из аниме и манги «Блич». А учитывая, что Тайта Куба в то время в целом интересовался индустрией моды и активно черпал вдохновение из молодежных журналов, то возможно, что за этой теорией где-то все-таки скрывается правда. А пока мы не перешли к следующему отмененному тайтлу, хочу напомнить, что если тебе нравится то, что я делаю, то ты можешь напрямую поддержать мой канал, оформив на меня подписку на сервисе Бусти. Ведь это позволит мне уделять куда больше времени и сил на создание видео, а тебе подарит уверенность в том, что контент на этом канале продолжит выходить, становясь из раза в раз только круче и круче. Так что не забудь тыкнуть по всплывшей подсказке или по ссылке из описания под видео. И заранее спасибо. Думаю, никто не станет спорить о том, насколько Человек-Дьявол это культовая манга, повлиявшая на всю последующую популярную культуру Японии. Ведь ее влияние прощупывается как и в уже стареньком Берсерке или относительно свежем Наруто, так и в частности в недавно вышедшем Человеке-Бензопиле. Так что нет ничего удивительного в том, что у этой манги нашлось огромное число преданных фанатов по всему миру. Но кто бы мог подумать, что в их числе окажется бывший вокалист группы Misfits Глен Данцик, который полюбил это произведение настолько сильно, что как минимум набил себе на пояснице надпись Человек-Дьявол, а как максимум поспособствовал переводу самой манги на английский язык. Но это лишь малая часть всей истории, так как впоследствии Глен Данцик выпустил собственный порнографический комикс под названием Сатаника, чей основной источник вдохновения это очевидно манга Человек-Дьявол. Достаточно лишь взглянуть на растущие из головы главной героини крылья, чтобы все встало на свои места. Но на этом Данцик не остановился и решил экранизировать свою историю в формате аниме, для чего обратился к студии Madhouse, которую я уже в этом видео успел упомянуть. И в итоге проект совершенно внезапно был запущен, а в его создании приняли непосредственно участие такие гиганты индустрии, как Рин Таро и, опять же, Юшиаки Кавадири, который тогда находился на пике своей популярности. И уже лишь на одном этом этапе история создания аниме Сатаника звучит как влажный фанфик, придуманный во время болезненного бреда. Тем не менее, в 98-м году действительно выйдет трейлер будущего аниме, который сам по себе выглядит как полный отвал башки. Тут и демоны-каннибалы, пожирающие людскую плоть, и абсолютно голая главная героиня, и даже сам Сатана, брутально выседающий на своем троне, пока ему сосут член. И это все к тому же выполнено в той самой мрачной и узнаваемой стилистике Юшиаки Кавадири, которую еще со времен Манускрипт Ниндзя многие зрители, в том числе и я, просто обожают. Так что я просто уверен, что если бы это аниме все-таки когда-нибудь вышло, то это был бы самый настоящий разоб. Но, как это часто и бывает, в процессе производства проект столкнулся с кучей проблем, в частности, с самой страшной из них – нехваткой бюджета. Ведь какой бы значимой фигурой не был сам Данцик, и какой бы интересной задумкой не обладал его проект, создание анимации – это очень сложный и трудоемкий процесс, для которого одних лишь амбиции, желания и необычные идеи всегда оказывается недостаточно. Тем более, когда речь идет о настолько дерзком, экспериментальном и неординарном аниме, какой могла бы получиться Сатаника. Так что в итоге, от этого аниме остался лишь тот самый безумный трейлер из 90-х, который на самом деле очень хорошо отражает свою эпоху, а заодно и демонстрирует то, какие оригинальные и в то же самое время сумасшедшие аниме-тайтлы мы регулярно упускаем. И вот тут мы переходим к отмененному аниме одного из моих самых любимых режиссеров, про которого слышали скорее всего единицы, чье имя Йосуоми Умэцу. И дело тут банально в том, что за всю свою творческую деятельность, в качестве режиссера Умэцу выпустил всего лишь два относительно популярных аниме. Это Кайт Девочка-убийца и Красотки-головорезы. Самое же забавное в этом то, что на любом аниме-агрегаторе, оба этих тайтла находятся в категории хентай, так как содержат натуралистичные и нецензурированные постельные сцены. Причем они настолько сильно выбиваются из общего тона повествования, что впоследствии их без вреда для самого произведения спокойно вырезали, после чего тут же Кайт Девочка-убийца и вовсе в свое время показывали по телевизору. Тем не менее, по многим причинам, оба этих тайтла так и остались в нише малоизвестного аниме категории B, откуда они уже вряд ли когда-нибудь выберутся. И очень зря, так как Умэцу сам по себе крайне талантливый дядька и умеет наделять свои произведения уникальным и непохожим на другие аниме стилем. И что Кайт Девочка-убийца, что Красотки-головорезы, это произведения, которые целиком и полностью соответствуют его авторскому видению. Ведь для них он сам написал сценарий, придумал дизайн персонажей, нарисовал раскадровку и сам все это срежиссировал и даже санимировал. И в результате получились две очень самобытные, драйвовые и интересные истории, объединяющие в себе эстетику японской взрослой анимации и в то же самое время американские боевики и киберпанк уровня Джонни Мнемоник. На самом деле трудно передать словами, что именно из себя представляют работы Умэцу, но можно сказать одно, что они однозначно выглядят крайне необычно и содержат свою уникальную и узнаваемую атмосферу. И оттого лично мне обидно, что одно из его оригинальных аниме под названием Kiss and Cry, анонсированное в 2009 году, в результате оказалось отменено, даже не дойдя до стадии производства. Так что по итогу от него остались лишь несколько обложек, раскадровок и концепт-артов, рассматривая которые можно лишь гадать о том, как именно могло выглядеть это аниме, если бы ему повезло чуточку больше. Вообще какой-то грустный видос получается, а ведь я его совершенно не таким планировал. Тем не менее, самая душесчипательная история еще впереди. И вот мы переходим к аниме под названием Dreaming Machine, или же Машина сновидений, которое должно было стать пятым полнометражным фильмом легендарного режиссера по имени Сато Сикон. И в отличие от предыдущих аниме из этого списка, которые даже не преодолели точку старта, Машина сновидений была завершена более чем на одну треть, до того как против выхода этого фильма сыграл другой, совершенно никем не предсказуемый фактор. Дело в том, что во время работы над проектом Сато Сикону диагностировали рак поджелудочной железы, что означало лишь то, что он вероятнее всего не доживет до того, как этот проект увидит свет. И сам Сато Сикон это прекрасно понимал, но все равно продолжал работать в качестве режиссера аниме. Тем не менее, он все же передал свои опасения насчет завершения фильма продюсеру студии Madhouse по имени Масао Маруяма. И тот уверил его, что лично проследит за тем, чтобы этот анимационный проект был завершен при абсолютно любом раскладе. Так, в 2010 году Сато Сикон отправляется в мир иной, а его незавершенное произведение попадает в руки режиссера Йошиме Итатсу, с которым Кон до этого работал при создании аниме Паприка. Тем не менее, уже по классике этого видео, проект очень скоро окажется заморожен из-за нехватки финансирования. Вдобавок к этому, Масао Маруяма, взявший на себя ответственность довести проекты до конца, и вовсе покинет Madhouse для того, чтобы основать собственную студию Маппа, которую ему предстоит долго и упорно раскручивать. Таким образом, последний фильм Сато Сикона «Машина сновидений» на долгое время уходит на второй план. И такое положение дел продлится еще около 10 лет, до тех пор, пока студия Маппа не станет одной из лидирующих анимационных студий Японии, каждое аниме которой оказывается главным хитом сезона. И вот, казалось бы, осуществились все самые благоприятные условия, но теперь уже сам Масао Маруяма говорит о том, что этот фильм вряд ли когда-либо вообще будет завершен. По одной простой причине. Невозможно снять фильм Сато Сикона без участия самого Сато Сикона. Ведь доделывать за ним работу, вынуждая другого автора имитировать стиль Кона, было бы неуважительно и некрасиво по отношению к покойному режиссеру. При этом делать оставшиеся две трети произведения по-своему, тоже так себе идея. Так что единственный возможный вариант довести этот проект до финала, это взять лишь саму концепцию, придуманную Сато Сиконом, но отказаться от всех проделанных наработок и начать работу с самого начала. Но даже так, для осуществления этого плана нужен еще один не менее талантливый живой режиссер. Так что в итоге ситуация просто зашла в тупик. Но это, пожалуй, единственный из всего списка аниме, у которого существует реальный шанс когда-нибудь все-таки увидеть свет. Так как вполне вероятно, что на одну из годовщин памяти Сато Сикона, какой-нибудь амбициозный режиссер возьмется за то, чтобы наконец довести этот проект до конца и тем самым выразить огромное уважение покойному автору и легендарному режиссеру анимации. И велик шанс того, что это однажды все-таки случится. А на этом мой список отмененных аниме подошел к концу. И надеюсь, что тебе было интересно меня послушать, а также поразмышлять о том, сколько интересных и необычных тайтлов мы, к несчастью, лишились. Вместе с тем, пиши в комментариях свои мысли на этот счет, какие из перечисленных аниме тебе было бы интересно посмотреть, а также делись другими тайтлами, которые также совершенно незаслуженно оказались отменены. Я же пока передаю привет и моим драгоценным бустерам, а также всем тем, кто поддерживает мой канал иными доступными способами. Новую концовку для своих видео я так и не придумал, поэтому пусть будет как-то так.